Тут нарисовала ёлочку сказочную, сундучочек, где там все сприцы, подарок и снеговика. А что ты хотела своими рисунками сказать врачам? Настроение было хорошее, счастливы были. И здоровы? Да. Устами ребёнка глаголит истина, а руками творится волшебство и доброта. Яркие плакаты с позитивным настроем, ёлочные игрушки и сотни снежинок. Ученики 27-й школы Рыбинска готовят праздничные украшения в городские больницы. Мы изготавливаем новогодние поделки для врачей, борющихся с ковидом, чтобы подарить вам новогоднее настроение. Блестящие шарики и новогодние открытки в больнице города сделали и в детском саду номер 113. Все поделки в коробку добра собрали Дед Мороз со снегурочкой, пообещав лучшим мастерам сладкие подарки. Во всех детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования города Рыбинска всю прошлую неделю проходили многочисленные мастер-классы, занятия. Активно в акцию включились родители, которые с детьми изготовили поделки и плакаты. В итоге мы собрали огромное количество подарков, которые хотим передать в учреждения здравоохранения. Акция «Марафон добра» – праздник в каждом окне проходит во всех муниципальных районах региона и организована при поддержке депутатов областной думы. Наши дети, мы сегодня разговаривали в школах, они тоже через себя все это пропускают. Они все видят по телевизору, они слушают это все от родителей. У многих родителей болели бабушки, дедушки. И вот у них желание как-то помочь. А помочь они могут только тем, что от чистого сердца своими руками делают вот эти подарки, чтобы воплотить какую-то мечту. И они тоже верят, что эти подарки помогут и врачам быть счастливыми, и помогут им более качественно делать свою работу. Только в Рыбинске коробки добра передали в четыре больницы и на четыре станции скорой помощи. Впрочем, это не единственная акция «Единая Россия» накануне новогодних праздников. Уже сейчас идет подготовка сладких подарков для детей врачей и новогодних презентов ветеранов. Наталья Антонова, Георгий Иванов, День в событиях.